Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Тавита. И сегодня мы будем читать девятую главу этой книги. Она небольшая, в этой главе всего шесть стихов. И в этой главе рассказывается, как архангел Рафаил приносит Тове серебро его отца. И призвал Тове Рафаила и сказал ему, брат Азария, возьми с собой раба и двух верблюдов и сходи в раги медийские к Гаваилу, принеси мне серебро и самого его приведи ко мне на брак. Здесь опять создаются некие прецеденты, что когда брачный пир, нельзя его покидать даже по важному какому-то делу, а по возможности надо приглашать на такой пир других людей. Далее, третий стих. «Ибо Рагуил обязал меня клятвенно, чтобы я не уходил». Это было бы оскорбление этому брачному пиру. «Между тем, отец мой считает дни, и если я много замедлю, он будет очень скорбеть». То есть у него есть обязательства перед родным отцом и перед свекором, который тоже, как его отец, «Ибо муж и жена вплоть едину». «И пошел Рафаил и остановился у Гаваила и отдал ему расписку, а тот принес мешки за печатями и передал ему. И наутро рано встали они вместе и пришли на брак, и благословил Тобия жену свою». То есть муж благословляет жену свою, он становится как бы главой домашней церкви, ибо семья есть в таком библейском понимании домашняя церковь. Эта глава, как я уже сказал, небольшая, но в ней мы находим эти такие прецеденты. Первый — нельзя покидать брачное торжество жениху или невесте, а второй такой прецедент — муж благословляет жену. И это в порядке вещей, когда утром муж крестит супругу, и когда на ночь муж тоже крестит свою супругу, благословляя ее. А супруга, она благословляет детей, когда они выходят из дома в течение дня. Субтитры создавал DimaTorzok